Приветствую вас. Я посмотрел ответ на ваш вопрос своего коллеги Кудрячева Игоря Леонидовича. И, вы знаете, вот то, что мне показалось, да, то, что я увидел, то, что я увидел, значит, ну, во-первых, в чём-то я с своим коллегой согласен, в чём-то. Я не могу сказать, что я согласен во всём с коллегой. И я вам, в общем-то, поясню сейчас, в чём конкретно я не согласен. Вот. Надеюсь, что, ну, это будет принято адекватно. Вот. Ну, в чём-то я с коллегой согласен. Безусловно, это связано, вот, значит, с тем, как он раскрывает, раскрывает, да, отношения. Отношения именно, вот, значит, ну, с женатым мужчиной. Вот. Очень мне это, ну, скажем так, импонирует. Да, то есть, вот, как вообще происходят отношения с женатым мужчиной. Да, что женатый мужчина действительно решает какие-то свои проблемы, а, как правило, в браке. Вот. Потому что, ну, понятно, что не будет человек, да, от счастливой жизни, там, начаться встречаться с другой женщиной, да, и так далее. И тем более, он не будет говорить ей о том, что любит её. И тем более, у мужчины, который сейчас любит браке, не будет эмоциональной привязанности к ней, к этой женщине. Вот. Ну, речь, на самом деле, немножко о другом, да, поэтому сейчас, я думаю, мы к этому придём тоже. Вот. А, значит, что хочется сказать? Что хочется сказать? Сказать хочется в первую очередь то, что, на мой взгляд, на мой взгляд, мужчина, он как бы почувствовал, что ваше отношение к нему изменилось, на мой взгляд. На мой взгляд, мужчина это почувствовал. И, на мой взгляд, либо у него, у мужчины, я имею ввиду, проснулась совесть, в плане того, что он решил, что, ну, как-то, ну, как-то нехорошо, что вот у вас есть чувство, да, а он, типа, вами, там, пользуется, например, да, то есть, как-то, такой вот аспект, аспект. Вот. Аспект именно совести, возможно, взыграл. Вот. Возможно, у него взыграли, значит, чувства к вам, да, то есть, появились какие-то чувства. Вот. Но это, конечно, не факт, потому что, ну, совершенно очевидно, что здесь, ну, нельзя утверждать что-либо наверняка, да, потому что, ну, всё-таки это, как бы, другой человек, да, другой, это всё-таки отдельная личность, как бы, и к ней, к ней, ну, в голову, в данном случае, не залезешь. Вот. То есть, я думаю, что история, она здесь именно такая, что мужчина почувствует, что ваши отношения изменятся, изменились, точнее, при унижении, может, не может относиться к вам так, как он относился к вам раньше. То есть, он не может воспринимать вас исключительно как женщину для секса. Вот. А я, конечно, может быть, ошибаюсь, я не утверждаю наверняка, но, тем не менее, тем не менее, мне кажется, что история, она вот такая. Вот. А, значит, ну, хорошо это или плохо, мы говорить не будем, вот, сейчас, потому что, мне кажется, это не совсем адекватно, вот, не совсем адекватно говорить, так? Вот. Но, тем не менее, тем не менее, у мужчины, таким образом, явно изменился эмоциональный фон, эмоциональный фон мужчины поменялся. То есть, теперь он уже вас воспринимает по-другому. Вот. И сексом с вами, с вами мужчины заниматься уже, ну, не может, не может, так как раньше. Возможно, боится, что отношения ваши принимают слишком серьезный характер, вот, возможно, есть что-то еще, вот, о чем я не знаю, и о чем вы можете не знать. И это, это, ну, нормально, нормально, абсолютно, вот. Ну, я думаю, что история, она, вот, примерно, 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 она такая история, вот. Что дальше, что дальше ждет, и, соответственно, к чему все это идет, да? Значит, ну, смотрите, к чему все идет? Идет все к тому, что мужчина либо от вас полностью отдалится, вот, вообще полностью, и скажет, что все, прости, там, больше у нас с тобой ничего не будет, вот. Ну, потому что я, ну, он придумает, придумает, в общем, что сказать, вот, он придумает, что выразить, он придумает, как выразить, я уверен, что с этим проблем не будет у него, у него. Вот. Вот. Либо он, что вряд ли, на мой взгляд, либо он уйдет от своей жены и будет больше времени проводиться с вами. Но, надеяться, на это, мне кажется, не стоит, потому что слишком большая вероятность того, что вы... Вы будете разочарованы. Будете разочарованы его такой, ну, его позиции. Вот. Потому что она, по итогу окажется не такой, не такой, какой вам хотелось бы. Не такой, какой вам хочется. Вот. Понимаете? Вот. Вот. И мне кажется, что вот избежать, избежать этого. То есть вот именно избежать данного аспекта. Вам нужно в любом случае. Вот. Ну, по крайней мере, как мне это представляет. По крайней мере, как я это вижу. Вот. А, значит, что еще добавить? Да? Что еще добавить? Добавить можно только то, чтобы вы не воспринимали это на свой счет. Вот. То есть, чтобы вы не думали, что дело все в вас. Понимаете? То есть, что, ну, что-то изменилось, что он что-то понял и так далее. Вот. Конечно. 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 Желательно, желательно, чтобы вы разобрали себя. Конечно, желательно, чтобы вы определили для себя, почему, почему такое, ну, почему вы выбрали такие взаимоотношения с мужчиной. Почему вы выбрали, выбрали роль любовницы, да, почему вы выбрали именно позицию любовницы, почему вы, ну, не согласились на более такие близкие отношения. Что-то, если у вас проблемы с самооценкой. Понимаете? Вот. И какова ваша история вообще, значит, ну, какова ваша история взаимодействия с мужчинами? Вот. Самое-то, собственно, что главное в этой, в этой истории, да, что, ведь вы же не случайно, да, вот так оказались в этой стране. Вот. Не случайно. На то есть причины. Ну, вот и вопрос заключается в том, готовы ли вы с этими причинами что-то делать. Вот. Вот и все. При самом лучшем раскладе, если вдруг предположить, что он, ну, что мужчина решит все-таки уйти даже от своей жены, да, и, значит, ну, если он, ну, если он действительно уйдет от своей жены, как бы, как бы, на самом деле, если он от нее уйдет, то даже в этом случае вам нельзя на него полагаться, потому что должно пройти время, прежде чем вы сможете выстраивать отношения. Тогда же в этом, в этом случае нужно будет время. Дополнительное. Ну, дополнительное время. Дополнительное время именно для вас. Вот. Не для него, да, а именно вот для вас. Обоих. То есть это не только связано с вами. Ну, это я специально, чтобы вы не думали, что делать все только у вас. исключительно. Вот. Надеюсь, что вы меня поняли, надеюсь, что вы меня услышали. Вот. Так. я бы поверил, да, я бы поверил, да, я бы поверил вам. Ну, я бы поверил вам в том, что вы встречаетесь с мужчиной ради любви, ради секса. Вот. Если бы вы, значит, ну, не сказали бы о том, что у вас появились к нему чувства. Вот. А так, соответственно, я полагаю, что вы нуждаетесь в этом, ну, нуждаетесь в любви, нуждаетесь в этих чувствах. Вот. Так, по крайней мере, мне кажется. А это значит, что вы не умеете раскрывать своих потребностей. Ну, ну, то есть не говорите о своих потребностях. Не говорите о том, что вы чувствуете, не говорите о том, что вы хотите. Это как бы такая вот история, которая мне видит, которая мне представляется. Ладно. Понимаю, что вы ориентированы на партнера, но мы здесь не говорим про других людей. Мы работаем непосредственно с людьми, которые обратились. Соответственно, я даю вам ответ с точки зрения профессиональной психотерапии. Вот. Ну, спасибо того, что уже написал вам мой коллега, Кудрышев Игорь Леонидович, чтобы, естественно, с единственной целью, да, чтобы не повторяться. Вот. Чтобы не повторяться. Основная цель, основная цель, правда ли, то, что вы выстраивали, выстраивали изначально отношения с женатым мужчиной. Вот. Ради интима только. Вот. Мне, мне думается, что нет. Мне кажется, что вы себя здесь обманываете. Вот. Вот. Ведь провязали же. Влюбились ведь. А? Значит, скрываете свои чувства. А будет лучше, если скрывать их вы перестанете. Представьте. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.